Время войны в Чечне Я знаю о чем говорю С новым роком! Скоро уже год, как Путин берет Киев за три дня И новый мем последнего месяца Алло Макеевка Ивановский новогодний тур в Макеевку Новогодняя открытка оккупантам от ЗСУ Не буду напоминать, что там произошло Наверняка сами уже знаете В районе с символичным названием Пути Лича в Макеевке Ровно в новогоднюю ночь Очень забавно, как кремлевские медиа об этом сообщали Ну как бы сообщали и как бы не сообщали Совдеповский ТАСС уполномочил сообщить 2 января в 12 часов 24 минуты Что у них там Химорс попал немного там в ПТУ в Макеевке Где были военнослужащие И Министерство внутренних дел ДНР сообщает, мол, что там более 15 человек получили ранения Ну так о чем мы вообще говорим? А почему ТАСС таки уполномочился? Правильно, чтобы дать объективный ответ со всеми фактами, факами Как любит российская пропаганда На ответ на сообщения украинских СМИ Центр украинский 1 января сообщил о сотнях погибших Пока по сообщениям из своих источников Другие украинские СМИ уже с утра 2 января сообщали вовсю о 700 мобиках И в Макеевском ПТУ На новогоднем концерте Концерт, конечно же, окончился бенефисом Кобзона 400 трупов, 300 ранен Сотни Министерство нападения России плавало Там 30 погибших, 60 погибших, 89 погибших Знаете, как они работают и что озвучивает их говорящая голова кокошников? Дела, похоже, реально плохи Примерно в 10 раз, если все увеличить, то примерно получится какая-то, около, как объективная цифра Которую сообщали украинские СМИ Крайних искали недолго Сами виноваты Причина – массовое пользование сотовыми телефонами Их, мол, запеленговали и выслали подарок из Хаймерса Позже была информация, что мобиков собрали в актовом зале ПТУ Для просмотра новогоднего обращения к главнокомандующему товарища Пу Красиво ушли Прямо под вождя Но сами виноваты Минобороны уже провело расследование и установил причину Уже 2 января Быстро работают И знаете что? Вот опять дежавю Что у военных, что у ментов В России случай массовой смерти На войне Причиной становится Либо непонятно что, либо сами дураки Например, в 2000 году При въезде в чеченскую столицу, город Грозный Был уничтожен сергиопосадский ОМОН Я хорошо знаю эту историю Мои бывшие коллеги должны были вместе с сергиопосадскими Быть в одной колонии Но спасло русское разгвоздяйство Наконец, вечером в Моздоке, где формировалась колонна Была мощная пьянка И утром в нашем отряде не нашли двух бойцов Из-за этого отряд задержался Он должен был догонять сергиопосадских чуть позже Должен был ехать, если бы эти двое бойцов не пропали В той же колонии, где и сергиопосадские Много лет было непонятно вообще, что там произошло Из-за чего на контролируемой федеральными войсками территории Погиб целый отряд ОМОН Который только что прошел собственный блокпост российский И въезжал в город Но там потом выжились погоны Мол, некие боевики всех поубивали Ну, какие-то мифические там чеченские боевики Только ни одного не нашли Боевика, ни живого, ни мертвого Потому что чеченские женщины Их спрятали и унесли тела всех убитых боевиков А также причиной была названа Притупленная бдительность бойцов ОМОНа Сами виноваты То есть убитые, некоторые из которых так и остались Навечно сидеть на своих местах в автобусах Виноваты сами Это добрая русская военная традиция Трупы виноваты сами А что они трупы? Мы же вот не трупы сидим в штабах, в бункерах В Моздоке, в Ханкале У нас все нормально Так было и будет всегда Как говорил мой приятель Аркаша Бабченко Родина тебя бросит, сынок Всегда Товарищи оккупанты Если вы не смогли не попасть на эту войну Лучше сдавайтесь быстрее Раз уж вы на него попали каким-то образом Лучше быть живыми пленными Чем мертвыми самовиноватыми дураками Слава Украине С новым роком утих Перемога за нами